Эта неделя в Беларуси прошла под знаком родного языка. По всей стране организовали десятки выставок, встреч и акций, посвященных белорусской мове. Так в Национальной библиотеке представили уникальную рукопись перевода Евангелия, а в музее Якуба Колоса писали диктант по произведениям классика. В Гомеле ко дню родного языка приурочили выставку национального костюма и традиционную акцию «Читаем разом». Об этом и других культурных событиях нашего региона расскажет Анна Корольчук. В 19 веке дамы были также сентиментальны и чувствительны к красоте, как современные барышни. Свои покои они украшали дорогой мебелью, вычурными зеркалами, гобеленами, фарфоровыми статуэтками. Свои наряды также дополняли ажурными воротничками, сумочками, веерами и зонтиками. Каждый такой аксессуар отражал стиль и характер своей хозяйки. Увидеть множество женских вещиц прошлых веков можно на выставке «Шершеля фам» во дворце Румянцевых и Паскевичей. Экспонаты для нее предоставил гомельский коллекционер Сергей Путилин. Выставочные залы разделили на зоны, посвященные разным сферам жизни женщин. В будуаре дамы прихорашивались, в кабинете писали письма и читали, в гостиной рукодельничали и играли с детьми. Среди привычных предметов можно найти достаточно редкие, например, щипцы для сушки лайковых перчаток. В Международный день родного языка в областной универсальной библиотеке имени Ленина открылась выставка книг «Тропинками родного слова». Еще одним событием стала акция «Читаем разум». В качестве почетного гостя на нее пригласили известного писателя и драматурга Василия Ткачева. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка традиционного белорусского костюма. В экспозиции предметы одежды первой половины XX века из коллекции Александра Никитина. Сотрудник филиала Ветковского музея старообрячества и белорусских традиций на протяжении шести лет ездит в экспедиции по Восточному Полесью, чтобы собрать этнографический материал. В его коллекции уже более ста предметов одежды. Присоединилась к празднику и телерадиокомпания «Гомель». 21 февраля на белорусском языке разговаривали ведущие радиостанции «Гомель-ФМ». А в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» в течение всего дня выходили выпуски передачи «Размавляем по-белорусску». Мировые саундтреки «Три на бис». Симфонический оркестр Гомеля представил популярную концертную программу на сцене Дворца культуры железнодорожников. «Король-Лев», «Гладиатор», «Криминальная чтива», «Кот да Винчи» и «Крестный отец». Саундтреки к этим фильмам любимы миллионами и каждый раз вызывают восторг от прослушивания, особенно в живом звучании. Известные мелодии исполнили для гостей Гомельский симфонический оркестр под управлением Мурада Асуила и солисты коллектива. В этом году знаменитая на весь мир кукла Барби отмечает 60-й день рождения. Самые яркие эпизоды из ее жизни представили на выставке в Гомельском театре «Кукол». Экспозиция из 12 тематических площадок рассказывает про ее учебу, путешествия, профессиональную деятельность и личную жизнь. Вместе с главной героиней ее молодой человек Кен, подруги, дети и животные. Самым резонансным культурным событием недели можно назвать проект «Я художник, я так вижу». Его участниками уже стали 80 творческих людей Гомельской области, профессионалы и любители разных возрастов. Шанс заявить о себе им предоставила картинная галерея Гавриила Ващенко, которая впервые в регионе организовала подобную выставку. 130 авторских работ, среди которых картины, вышивки, иконы, куклы и композиции из пластика украшают залы галереи. Прием произведения искусства продлится до 31 марта. Завершение экспозиции. Дополнять выставку будут каждое утро. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. Премьеру комедии «Французский ужин» по повести Марка Камалетти готовит Гомельский областной драматический театр. Зрители увидят, как семейная жизнь французской четы превращается в запутанный клубок из интриг, недосказанностей и притворства. Достаточно собрать за одним столом мужа, жену, их любовников и кухарку с супругом. «In Rock Style» – новую программу для поклонников рока подготовили артисты эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. Мелодии, наполненные энергией и свободой, хиты Led Zeppelin, Queen, Metallica, Pink Floyd и других рок-групп прозвучат в новом формате. Ведь рок в исполнении оркестра – это определенно творческий эксперимент. На этом пока все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».